Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, неожиданные приятные моменты и сюрпризы ближайших дней. У нас с вами будет три позиции. Гадать я буду на пасьянсе. Это астрологический пасьянс, звездный астрологический пасьянс и таро священных мест. У нас с вами, я напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Мы с вами посмотрим вашу карту личности, тот аркан, в котором вы сегодня живете. И дальше будем выкладывать пасьянс, а потом еще три карты на приятные моменты и сюрпризы ваших ближайших дней. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Так, первая позиция. Вторая позиция. И третья позиция. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока отставляю в сторону. В сторону убираю. Неожиданные приятные моменты и сюрпризы ближайших дней. Итак, наша первая позиция и первая карта, как вы помните, да, это карта того, тот аркан, в котором вы живете. То есть ваша карта на сегодня, да. Когда вы смотрите, естественно, это карта колесо фортуны. Ну, вы на сегодняшний день человек удачливый, живущий в переменах, да. В жизни идут очень радостные, счастливые, позитивные перемены. Вы этого не ждали, не гадали. Вы не знали, что это произойдет. Вообще карта, она всегда показывает, что меняется, допустим, черная полоса на белую полосу в жизни. Все становится хорошо, прекрасно. Часто карта показывает намерение человека уехать куда-нибудь или переехать, иногда даже в другую страну, или просто поменять свою жизнь к лучшему, кардинально. Человек не знает, к чему это приведет. Он как будто бы пускается в невероятное приключение, так же, как наш шут, да. Только вот теперь распоряжается совершенно только судьба вашим путем. Карта такая всегда неожиданная, позитивная, интересная. И она говорит, что вы как раз человек, живущий в переменах, но легкий на подъем, да. То есть человек, который эти перемены, в принципе, принимает просто как должное, как оно есть. Не ковыряясь и не стараясь их как-то переделать, может быть, не стараясь взять и все испортить, да. Не придавая значения излишнее, а просто ожидая только лучшего. У вас есть внутри такое позитивное мышление, да. У вас такая душа простая, веселая. Вы человек, может быть, компанейский или тот, кто с любым человеком может найти общий язык. Вы легки на подъем, вы подвижны, вы интересны, вы харизматичны. И многие люди вас просто любят. И, конечно, эта карта, она говорит о том, что в вашей жизни действительно идут перемены именно благодаря вашей легкости, вашей готовности на подъем идти. Вам нужно сейчас будет идти в гору, получается, катиться в городом и преодолевать какие-то изменения. Вот эти в жизни они дают небольшие, пусть даже кочки, но вы будете идти все равно, потому что вы знаете, что жить интересно. У вас такой философский подход к жизни, да, что жить интересно. Поэтому карта отражает здесь только веселого, позитивного, классного человека. Хорошо, возьмем наш астрологический пассианс. Я его уж тут совала и мешала. Но вот сейчас еще для вас вот так перемешаю первая позиция, да. Кто-то у меня на канале прям, ну, очень-очень просил погадать на пассиансе. Прям вот трава не расти. Хочу, чтобы вы погадали на пассиансе. Ну, вот ваше желание сбылось, да. Я гадаю на пассиансе, на астрологическом сегодня. Я, между прочим, по-моему, вот именно эту колоду пассианса вам даже не показывала. Хорошо, перемешали наши карточки вот как могли, да. Сильнее некуда, так скажем. Давайте еще даже вот так три раза сдвинем специально, да. Первая позиция, чтобы у вас точно все пошло по колесу, да. И начинаем выкладывать. Какие приятные моменты и сюрпризы ожидают вас в ближайшие дни. Этот пассианс выкладывается 6 на 6. А что, совпало? Нет, нет, это не совпало. Ну-ка, я посмотрю поближе. Да нет, это просто, как сказать, мышь и кролик, они не совпадают друг с другом. Это просто случайность тут. Как бы так картинки кажется, что совпали. Нет, они не совпадали. 6 по 6 рядов, да, идет. Вот такой пассианс, 6 по 6 рядов. Сейчас будете внимательно смотреть вместе со мной. Что совпадает? Совпадают у меня в пассиансе только соседние карточки. Вот я вам это напоминаю прям. Вот настоятельно рекомендую об этом думать. Почему? Потому что, ну, вы прям некоторые думаете, что нужно совмещать вот эти и эти карточки. Поверьте, это не так. Я никогда так не делаю, да. У каждого свой способ гадать на пассиансе. Просто примите это. Поэтому, как сказать, слушайте гадания. Ну, смотрите, какие картинки, может, вам кажется, что рядом совпали. Вот так могут совпадать. Вот так могут совпадать, да. Вот так могут совпадать. То есть отсюда сюда. Рядом стоящие. Понимаете? Только рядом стоящие. Хорошо. Давайте так вот сейчас будем пытаться его вместить сюда. Потому что я вижу уже, что ряд не умещается. У нас же 6 рядов. А тут я вижу, что влезет только 5 в экран нашей камеры. Да. Вот только 5 пока. Можно, знаете, как сделать. Сейчас попробовать чуть-чуть подвинуть, конечно, это дело. Попробовать вот так, что ли. Подвинуть. Он же все равно не захочет вот все захватить. Ну, вот так, если только, да. Вот так, если только. Так. Я сколько выложила? 4 только выложила, да. Еще будет 2 ряда. Вот не знаю. Не увидите вы все равно один какой-то ряд. Давайте я тогда уже его буду двигать. Сейчас попробуем как-то иначе сделать. Чтобы вам было видно. Потому что хочется же, чтобы все было видно, да. Сейчас будем думать, как это сделать. Так. Сейчас будем просто регулировать регулятором. Регулировать регулятором, да, будем. Сейчас я уже довыкладываю один ряд последний, да. И будем все смотреть, как тут отрегулировать. Так. У нас, видите, первый этот экспериментальный. Первый расклад экспериментальный получился. Ну, вот если вот так, да. Вот так. Ну, вот давайте хотя бы вот так, чтобы было хорошо. Смотрим, какие картиночки у нас здесь совпали. Сейчас будем искать с вами, да. Что совпало. Какие приятные моменты и сюрпризы вас ждут в ближайшие дни. Ищем совпавшие моменты. Смотрю. Смотрю внимательно. Что у нас тут есть. Ну, вот я вижу здесь скорпион совпал. Скорпион. Сначала мы увидели скорпиона. Так. Димит храпит, как лошадь у меня. Это мой пес. Мопс Димит. Мопсы, они вот такие вот храпучие. Кто не знал, может быть, знайте, что я ничего с этим сделать-то не могу, да. Что он будет храпеть. Потому что если я его разбужу, он тут такое устроит. Вот знаете, вот такой вот свирепый мопс. Так, ну дальше я здесь вижу вроде как тигра, да, тигра. Так. Тигр, да. Надеюсь, что-то тигр. Вроде бы тигр. Так, дальше у нас... Что еще есть? Письмо. Письмо. Вот письмо совпало, значит, конверт такой полуоткрытый. Его видно все равно отсюда. Я думаю, что вам все равно видно. Дальше. Бык. Ну это как? Это год быка, да? У нас год быка. У нас золотые – это знаки зодиака. А серебряные – это знаки года. Дальше я что вижу здесь? Дерево вот совпало. Дерево. Так, ну смотрим, что еще тут есть. Кстати, я только сейчас поняла, что у нас же золотым все-таки, да, знаки зодиака. Я там тигра увидела. Значит, это лев. Смотрите, а я еще что здесь вижу? Я здесь вижу, что кроме льва совпала еще ведь мельница. То есть мы будем знать, что здесь лев, но также мы будем знать, что здесь есть мельница, да? Есть и лев, и мельница в одном месте совпали. Хорошо. А еще я увидела, смотрите, кораблик. Кораблик. Ну, больше я здесь ничего не вижу. Пока больше я ничего не вижу. Если вы видите, обязательно напишите. Но я, я больше не могу найти. Вот веер сейчас еще гляну. Вторую половинку веера. Нет, тоже нет. Клевер тоже нет. Бабочка. Вот еще бабочку не глянула. Сейчас привидение. Вот оно. Сейчас бабочки тоже нет. Вот у нее есть крылышки, остатки. Все. Значит, что у нас здесь мы резюмируем? Смотрите, у нас, значит, выпали знаки зодиака. Какие? Лев и скорпион. Что это означает, да? Это означает, что эти люди будут влиять в ближайшие дни на вашу жизнь. Либо у них асцендент в Скорпионе и в Альве, да? Либо эти люди этого знака зодиака. Либо эти люди, получается, имеют очень активные энергии в этих знаках, да? Но чаще всего это именно эти знаки зодиака. Конечно, лев и скорпион. Вот на вас в ближайшие дни будут положительно влиять. Мы же смотрим приятные моменты и сюрпризы ближайших дней, да? То есть от этих людей ждите приятных моментов и сюрпризов. Тем более, что у вас жизнь очень сильно меняется сейчас в лучшую сторону, да? Дальше мы, значит, с вами увидели дерево. Дерево означает, что вас пригласят на вечеринку или торжество в скором времени. И вы туда, скорее всего, согласитесь и пойдете. Также на вас будет влиять человек, родившийся в год быка. Ну, это, например, человек 85-го года, да? Или 12 лет, если в обратную сторону, 73-го, да? А если в будущую сторону, то 97-й, видимо. А вот дальше что у нас еще? Письмо. Вот письмо вы получите какое-то известие. Ну, например, признание в любви, да? Открытый вот этот конверт. Может быть, признание в любви. Может быть, это какие-то документы. Может быть, это просто какие-то новости, которые для вас очень важны. То есть письмо – это известие. Мельница показывает, что вы будете очень много в ближайшие дни разговаривать, общаться с людьми, да? Все время быть на связи, на коннекте. Вам придется быть в обществе. Вам придется, ну, получается, много говорить. Много говорить и обсуждать чего-то. Также я здесь увидела корабль. Корабль – это очень хороший, конечно же, знак. Он говорит о том, что вы либо ожидаете дороги, либо вас ожидают путешествия, неожиданные и приятные для вас в ближайшие дни. Вот выпали очень хорошие знаки на самом деле, которые и говорят о том, что у вас, правда, будет очень много приятного в самом ближайшем будущем. Больше я пока здесь не вижу. Вроде бы мы с вами все обозначения, которые у вас выпали, рассказали, да? То есть это у нас приятная дорога, приглашение на торжество, много разговоров, да? И известие, письмо или какой-то документ, очень радующий вас. Ну и также влияющие на вас люди, знака Зодиака, Лев и Скорпион, а также родившийся в год быка. То есть от этих людей идут приятные моменты и сюрпризы в ближайшие дни. Вот что мы с вами здесь резюмировали. И давайте посмотрим три аркана из колоды Таро, священных мест. Тоже будет очень интересно, я считаю. Очень будет интересно. Три карты, значит, смотрите, рыцарь мечей. Дальше у нас тройка жезлов. И четверка Пентакли. Карты выпали тоже необычные и интересные. Вот смотрите, у вас правда идет какое-то неожиданное путешествие. Также либо планирование путешествия, но неожиданное для вас. Ну не знаю, когда ты покупаешь путевку и знаешь, что ты уже поедешь совершенно точно, полетишь куда-то там, не знаю, или в теплую страну, или еще что-то такое. То есть в этом могут быть неожиданные приятные моменты ближайших дней и сюрпризы. Также карты показывают, все-таки с кем-то что-то вместе делаете. Какие-то, может быть, обсуждения, переговоры по работе. Может быть, даже собеседование по работе, которое пройдет для вас удачно. Либо стабилизация финансового положения благодаря переговорам с клиентами. Карты вообще, в принципе, показали, что у вас сначала идет неожиданность, подвижность. Вот как будто бы резко какие-то много как событий, да, хлопоты. А потом стабилизация. То есть потом уже более такое ровное положение в жизни. Вот в ближайшие дни вот так и будут разворачиваться события. Ну вот такая вот у нас интересная получилась первая позиция. А мы с вами идем дальше, к позиции номер два. Она нас уже заждалась, эта позиция номер два, да. Вот, и мы сейчас будем смотреть. Неожиданные приятные, приятные моменты и сюрпризы для вас в ближайшие дни. Сейчас я сменю нашу карту. Пока по сеансу беру, да. И поставлю брошечку зелененькую. И смотрим, в каком аркане сейчас живет личность в позиции номер два. Давайте смотреть. Так, ну личность живет в карте королева Жезлов или король, да. Король, наверное. Смотрите, эта карта очень целеустремленная. То есть вы сейчас в жизни лидер. Человек, который управляет и человек, который действительно хочет быть в таком, в решающем, главенствующем положении, да. А также вы хотели бы, чтобы в вашей жизни всем распоряжались именно вы. Ну король, да, это король Жезлов. Вот, и карта показывает, ну, как сказать, правящее положение. То есть когда вы, может быть, стремитесь к тому, чтобы стать директором, управляющим, продвинуться по карьерной лестнице. Или вы имеете свой бизнес, или вы уже на троне сидите. Карта всегда показывает именно завышенные лидерские качества, мужскую энергию, даже если вы женщина. Но женщина по этой карте может быть захвачена вниманием, полностью ее существо захвачено вниманием к мужчине. И из-за этого выпадает король Жезлов, да. Она бы хотела покорить этого мужчину. И, может быть, ни о чем больше и думать не может, да. Поэтому живет в этой карте короля Жезлов. Хочет, чтобы он был с ней, по ее правилам подчинялся ей и так далее. Король Жезлов – это страсть к жизни, это страсть к предпринимательству. Это страсть к тому, чтобы вот что-то сделать интересное. И чаще всего человек уже знает, а что интересное он будет в жизни делать. То есть чаще всего вы уже должны бы найти свое предназначение по этой карте. Или, по крайней мере, двигаться к этому направлению, да. Чтобы знать, какую миссию вы в этом мире исполняете или, как сказать, воплощаете в жизнь. Карта всегда показывает человека цельного, честного, трудолюбивого и того, кто все-таки с другими людьми старается общаться. То есть это не одиночка, да. Это все-таки тот, кто показывает себя публике и показывает свои умения и знания. Ну, вообще, конечно, вы здесь явно на позитиве. И вами сейчас владеет энергия огня. Хорошо, давайте теперь раскладывать наш замечательный астрологический пассианс. Мы сейчас его вместе с вами перемешаем и посмотрим, какие приятные моменты и сюрпризы вас ждут в ближайшие дни. Приятные моменты и сюрпризы ближайших дней для вас. Тщательное перемешивание. Я стараюсь перемешать так, чтобы ничего из прошлой позиции не перетекало в новую позицию. Поэтому было такое тщательное перемешивание. Три раза сдвинем. Раз, два, три. У нас будет выкладываться шесть рядов. Это очень много. Это большой пассианс, огромный. Поэтому вам частично первый ряд не будет виден. Однако не переживайте. Я его увижу сама. А то вы увидите нижние все ряды. И я вам покажу то, что совпало. Так что не беспокойтесь об этом. Так. Сейчас будем выкладывать и смотреть. Выкладывать и смотреть. Мне вот кажется, вот тут прямо вверху обезьяна совпало. Ну так вот так ведь оно и есть. У вас совпало обезьяна. Вот смотрите, видите? Обезьяна. Вот я вам показала сразу же, что увидела, да? Сразу же показала. Без проблем. Тут вот... А нет, это конверт. Вот смотрите, это часть конверта, это часть флага. Это разные вещи. Демид сапит у нас как лошадь. Надо вот так вот он любит храпеть, а? Вообще не очень-то, может быть, он и любит. А знаете, у него нос такой приплюснутый. У него такое устройство морды. Он же вроде как просто спит, да? Ведь не специально же нахрапывает там, наяривает. Вот, я так трудилась. Про обезьяну вы помните, да, вверху. Так, ну а я смотрю сейчас дальше. А что тут еще могло совпасть интересного, да? Что еще у вас тут было такое? Что пришло еще? Вот эта вот часть золотого чего? Вот что-то золотое прям. Не от молний. Ну-ка, оно совмещается с молнией, интересно? Или нет? Так, обезьяна сидит давай. Да, это молния. Вот, молния. Видите, я еще задумалась, да? Оно молнией оказалось. Смотрим дальше. А дальше я вижу знак скорпиона. Скорпион, он нас преследует. Я ведь перемешивала, вот, а он все равно, смотрите, он преследует нас. Видимо, во второй позиции тоже есть кто-то у вас скорпион, или вы, может быть, скорпион. Поэтому. Так, ну я вижу здесь розу. Роза. Розочка. Роза. Ты моя роза. Так, роза, видите, какая красивая. Дальше вижу привидение. Видите, как друг за другом уже начала видеть их. Привидение. Уже умею, уже умею их, это, вычислять, все эти знаки. Дальше вижу здесь клевер. Клевер. Не разрушит ты весь нам позицию. Клевер. Ай-яй-яй, аккуратненько, клевер. Ты скорпиона разрушил. Четырехлестный. Ты к большому счастью, вы знаете. Клевер к большому счастью выпал. И вот смотрите, я еще как вижу, что стихия воды. Видите, капелька совпала. Если бы я не клевер совмещала, а могла бы воду совместить. Но мы ее будем учитывать, стихию воды. А еще я увидела солнце. Смотрите, сколько у вас счастливейших знаков. Еще и солнце выпало. Это же обалдеть. Какая счастливая вторая позиция. Еще увидела, что совпала кружка. Вот видите, если бы я совмещала вместо вот этого призрака, кружка могла бы совпасть. То есть мы ее тоже учитываем. А еще деньги. Поэтому вот давайте здесь я вам их покажу. Все равно эти деньги. Деньги это же важно, да? Привидение мы учитываем призрака. Но деньги мы обязательно должны учитывать. То есть у нас есть кружка в одном месте. Деньги и призрак. Кстати, кружку мы теперь тоже можем совместить. Из-за того, что совместили деньги. Вот видите, как интересно. Получилось. То есть у вас прям подбирается все. Все лучшие знаки во второй позиции. И вроде бы пока больше я ничего не вижу. Поэтому мы с вами делаем выводы. Приятные моменты и сюрпризы для вас в ближайших дней. Это все-таки сначала идут от людей, да? Рожденных под знаком скорпиона. Это однозначно. И в год обезьяны. То есть это могут быть как один человек. И тогда это очень-очень сильный сюрприз, да? И там приятные события. Если это два человека разных или несколько людей, то, естественно, ну это тоже приятное событие. Люди даже просто могут эти дарить вам приятные какие-то эмоции, впечатления. Вы что-то можете о них хорошее узнавать и так далее. По поводу знаков. Смотрите, четырехлистный клевер, естественно, показывает большую удачу. А солнце подкрепляет, да? То есть мы понимаем, что солнце это ваше благополучие, в том числе финансовое. А деньги у вас выпали. То есть у вас будет прибыль какая-то в ближайшие дни. И мы видим, что большая удача вас ждет, да? Вообще найти четырехлистный клевер, это даже иногда к удаче на долгие годы. Поэтому радуйтесь. Также мы видим розу. Роза очень хороший знак. Означает свидание. Вас в ближайшие дни могут позвать на свидание. Или вы как-то организуете с любимым человеком свидание. Или можете с кем-то приятным для себя познакомиться, да? Стихия воды, она показывает, что люди, может быть, рожденные со знаком воды, тоже могут на вас влиять, да? Со стихией воды в положительную сторону. Но сама вода по себе означает, что у вас есть какие-то внутренние переживания и анализ ситуации. То есть вы как будто бы пытаетесь разобраться в жизни в себе. Мы видим здесь также кружку. Ну или, как сказать, чашка, кружка, да? Она означает, что, возможно, вас позовут в гости. Или вы пригласите людей в гости. То есть они придут в гости к вам. Такое тоже вполне может быть. То есть что вы пойдете в гости, что вас позовут в гости. То есть это вот такие вот два варианта трактовки этой чашки. И также мы здесь видим призрака, привидение. Вы будете как будто бы бояться того, чтобы пойти в гости. Или того, чтобы гости пришли к вам. Но бывает такое, знаете, внутреннее напряжение от того, что люди идут к вам в гости. Вот. Может быть это связано со свиданием. И вы будете очень волноваться из-за того, что это свидание произойдет. И вот что, может быть это вообще первая встреча. Или просто будете волноваться перед свиданием. Мы видим здесь молнию. Это молниеносное известие, которое ждет вас в ближайшие дни. Естественно, положительное. Это будет приятный сюрприз для вас. И вы этому сюрпризу очень будете радоваться. В принципе, знаки у вас все выпали очень хорошие. Ну, мне понравились эти знаки. И особенно приятно. Деньги, роза, да, солнце и клевер. Ну, это очень хорошие знаки, которые скрашивают любой расклад. Даже если он вдруг выпал негативный. А у вас очень много, наоборот, позитивного. Хорошо. Давайте посмотрим три карты для вас. Приятные моменты и сюрпризы в ближайших дней. Мы здесь видим восьмерку кубков. Мы здесь видим Иерафанта. И мы здесь также видим императора. Карты говорят о том, что, возможно, вы отправитесь в какое-нибудь путешествие. Вообще, я здесь вижу очень хорошее место. Если я не ошибаюсь, да. Священный город Варанаси. Это находится в Индии. Вот. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это какой-то просто другой индийский город. Но обычно в Варанаси вот так вот все устроено. Вот так именно выглядит. И мы здесь видим тем более индийского йога, да. Карта показывает, что, может быть, вы совершите путешествие в ближайшие дни. Но посвященное вашей духовности, духовному росту. Или, правда, в священное место. Потому что вышел Иерафант, который показывает, что, может быть, вы с каким-то человеком будете о чем-то советоваться. Со специалистом. Или, правда, что у вас будет духовный учитель, гуру. Или вы у кого-то чему-то будете учиться. Но по императору это мужчина. Может быть, вы вместе с мужчиной поедете куда-то в ближайшие дни. Но для чего-то. То есть, у вас будет еще и, может быть, как цель какая-то в этого путешествия. То есть, не просто развлекательное путешествие. А оно что-то для вас означает. Ну, вот такая вот у нас интересная вышла позиция номер два. А мы идем с вами дальше. К позиции номер три. К третьей позиции, да. Приятные моменты и сюрпризы в ближайшие дни. Приятные моменты и сюрпризы в ближайшие дни. Так. Такая брошечка. Третья позиция. И карта вашей личности. В каком аркане вы сегодня живете, да. Так, я тут немножко. Карта мир. Это очень хорошая карта. Она показывает, что вы стараетесь найти гармонию внутри. Успокоиться. Прийти в равновесие. Подвести итоги вашей жизни. И вообще вы человек самодостаточный, цельный, довольно позитивный и интересный. Карта мир. Она всегда говорит о том, что человек духовно вырос в последнее время. Приняв весь свой опыт, который у него был в жизни. Карта мир. Это всегда карта духовности и роста. Она говорит о том, что вы как бы достигли какой-то точки. Ну, вот вы намечали, допустим, вырасти до определенного уровня человека. И вы решили, что сейчас время пришло. И вам переходить на следующий уровень. То есть вы ставите новые цели. Новый потолок, так скажем, для себя. Чего вы должны сейчас в жизни достичь. И идете к этому. Вообще в карте мир человек делает итоги, подводит итоги. А нужны ли ему окружающие люди. Бывает такое, что тебе с кем-то и дальше по пути. А бывает, что нет. И ты чистишь свое окружение. А также карта мира, она всегда показывает человека, который не старается с кем-то выходить на конфликты. А наоборот, все конфликты с окружающими погасить. Или их вообще не заводить, эти конфликты. Карта мир очень часто показывает человека, находящегося в браке. Но ему нужно сделать уже выводы по этому браку. Вот продолжается этот брак, да, или дальше. И также точно это может быть очень хороший специалист. Но при этом знающий, что ему куда-то нужно расти. Что что-то нужно менять. Поэтому, ну вот так вот у вас получается, да. Или вы просто ищете гармонию в себе. То есть мир в себе, в душе. Духовно пытаетесь вырасти. Хорошо. Давайте возьмем наш пассианс и тщательнейшим образом его перемешаем. Это астрологический звездный пассианс. У нас не должно быть совпадений с прошлыми позициями. Хорошо. Вот вроде бы перемешала тщательно. Не хотят карточки ко мне в руки сейчас идти. Говорят, ну что же это такое, да. Что же ты наш по три раза-то раскладываешь. Так, давайте снимать три раза. Раз, два, три. И будем выкладывать нашу третью, последнюю позицию, да. Какие приятные моменты и сюрпризы вас ждут в ближайшие дни. У нас гадание онлайн на пассиансе и на таро идет. И на том, и на другом. Вот тут у вас сверху сразу же в ряду совпал огонь. Стихия огня. Я его сразу же вам показываю, потому что первый ряд не очень видно. Но я вам показала, что у вас совпало, что есть. Так. Раскладываем шесть рядов по шесть. Это большой пассианс. Я бы сказала, даже огромный. Здоровенный. Сразу вспомнила песню. Я люблю военных, спортивных, здоровенных. Еще люблю крутых и всяких деловых. Да, по-моему, это комбинация пела. Или еще кто-то в этом духе. Я старая женщина. Понимаете. Так. Вряд ли это от этого. Только вот тогда от чего. Ну, будем искать. Потому что это овен. У него бараньи ноги. И не более того. А тут какой-то извилистый, змеиный хвост. Он может быть у козерога. Я сейчас ему примерю. Вообще странно, что для того, что для другого. Мы сейчас померяем козерогу нашим. Сейчас вот уже докладываю. Вот. Все. Будем примерять наш хвостик. Потому что овну явно не подходит такой хвост. У него лапки. Копытца. Точнее копытца. Ну вот. Да, это козерожка. Неужели вот я могу вот выглядеть вот так? Что-то они хвост удлинили, да? Ну это что такое? Они как-то неправильно изобразили наш знак. Но все-таки козерог выпал, да? Так. Смотрим, что еще у вас тут совпало. Ну я вижу здесь подушку. Она вместе с огнем совпала, да? Огонь мы с вами помним, что у нас совпал. Ну вот подушка еще совпала. Но она тоже пусть будет, да? Уже должны все символы совмещать, которые видим перед собой. Так, смотрим, что еще есть. Так же, так же, так же мы с вами видим здесь дерево. Дерево. Так, вот еще вижу нож. Нож. Дерево и нож. Ай, что-то у меня тут прям все развалилось. Дерево, нож, топор, топор. Какие у вас интересные символы третья позиция? Дерево, нож, топор, козерог. Что это такое? Так, ну в принципе символы-то нормальные. Просто какие-то очень брутальные символы, я вам скажу. Дерево, нож, топор. Топором срубить дерево, да? Поткнуть в него нож. Козерог. Подушка. Огонь. Так, ну смотрите, я вам буду рассказывать. Если так по-серьезному, без всяких шуток. Люди знака огня и стихии огня. Просто будут, да? Вот на которых сейчас стихия огня влияет. Или очень творческие люди. Они будут влиять позитивно на вас в ближайшие дни. И соответственно, соответственно, когда я вижу здесь огонь, я понимаю, что это какой-то творческий запал, да, у вас будет в ближайшие дни. И это и есть приятные моменты, сюрпризы в ближайших дней. Что для вас будут новые идеи какие-то. Вообще стихии огня, когда потворствует человек. Он реально творит. У него все получается. Это же живой огонь. Вообще огонь может показывать, что реализуется что-то, что вы задумали. Прямо на практике. Ну то есть вы сначала думали о том, что вот это просто должно реализоваться. Оно потом реализуется. Или к этому будут, по крайней мере, какие-то подвижки. Люди знака козерог будут влиять на вас положительно. Или сделают для вас приятные сюрпризы, приятные моменты вы проведете с такими людьми. Именно знака козерог. Также подушка означает новое знакомство. Поэтому у вас будет новое знакомство какое-то очень приятное. И это будет для вас тоже вот отдельной темой. И для обсуждений. Там потом с друзьями или дома. И просто для жизни. Карты. Карты все уже. Карточки. Карточки по сеансу показывают. Нож. Нож он показывает, что возможно вы решите на ком-то отыграться. Или кому-нибудь даже отомстить. Это называется сладкая месть. Но она где произойдет дерево? Показывает, что вас пригласят на торжество. Может быть на каком-нибудь празднике, торжестве. Вы увидите человека, которому давно хотели что-то высказать, сказать. И вот как бы как отыграетесь на этом человеке. Иногда это тоже нужно делать, чтобы разгрузить то, что сидит внутри. Может быть вы даже откровенно поговорите с этим человеком. Это может быть как какое-то мероприятие, праздник, день рождения. Может общественное место. Но вот по дереву, по знаку дерева вас куда-то именно пригласят. В ближайшие дни. Также топор. Топор у нас показывает, что вам вернут долг в ближайшие дни. Это хороший знак. Потому что, ну может быть вам кто-то должен и давно не хотел отдавать. И соответственно, когда мы видим топор, мы понимаем, что да. Этот долг обязательно вам вернут. В скором времени. И я считаю, что когда долги возвращают, это невероятно хорошо. Потому что, может быть, вы не надеялись, например, на это. Да или просто, может быть, вы уже начали переживать. Или просто ждали, когда долг отдадут. И вот вам его, конечно же, возьмут и отдадут. Я считаю, это хороший все равно знак, когда тебе отдают долги. Вот, ну на пассиансе мы с вами все посмотрели, по-моему. Так, все знаки, да. Все вроде бы знаки какие были. Только вот я помню, мы что-то как будто бы. А, ну нет, это огонь с подушкой. Огонь с подушкой. Тут же у нас топор. Тут же дерево. И тут же нож. В принципе, я все пока. Больше ничего не увидела, да. И козерог у нас, да, это знак зодиака. Именно человека знак зодиака, да. Хорошо, давайте посмотрим теперь три карты. Что у вас произойдет в ближайшие дни. Хорошего, приятные сюрпризы и моменты ближайших дней. Или моменты и сюрпризы, да. На трех картах теперь смотрим. На трех картах. Так, я еще деньги не проверила. Сейчас проверю. Вот что деньги. Ага, нет, не совпали тоже. Так, хорошо. Первая карта у нас семерка мечей. Но тут, видите, другие символы, да, этой колоде. Ни стандартная, ни райдер-ройта. Дальше у нас шестерка пентаклей. И дальше у нас тройка мечей. Что я здесь вижу? Я вижу на картах идет ситуация, да. Когда все животные объединились воедино. Почему они объединились воедино? Почему они вместе бегут? Почему у них одна теперь команда? Хотя они раньше были по разные стороны баррикад. Потому что они увидели или метеорит, или какое-то странное природное явление. Это природное явление их сплотило. Поэтому в ближайшие дни у вас приятные моменты и сюрпризы в том, что сочетается несочетаемое. То есть когда люди раньше друг с другом не поддерживали такие контакты, как сейчас. Их что-то объединяет. Людей разных по менталитету или по интересам, или из разных каких-то категорий начнет что-то объединять. И это хорошо. Эти люди начнут общаться, больше разговаривать, взаимодействовать. Для вас это будет очень приятно. Шестерка Пентакли, она говорит о том, что идет какая-то очень нужная беседа в вашей жизни. Кто-то чему-то вас научит. Может быть вы действительно посетите какое-то святое место. И также просто будете у духов просить благословения на какую-то очень важную деятельность. Духи вам ее благословят. И кто-то вот как будто что-то подскажет, поможет, даст очень дельный совет. Ну а семерка мечей, корабль отправляется куда-то, несмотря на то, что на улице молнии. И мы здесь видим людей, которые лежат на берегу. Я знаете, как понимаю, что вот что бы ни случилось, этот корабль, он должен уплыть. Ну вот я это так чувствую. Может быть вы чувствуете по-другому. И мое мнение здесь, что вам нужно будет, допустим, куда-то съездить, несмотря на непогоду. Просто вот так, несмотря на то, что на улице непогода, вам придется куда-то съездить в ближайшие дни. И между прочим, это все идет отсюда же, да. То есть это и приведет вас и к помощи, и к тому, что люди объединяются. Объединяются те, которые раньше совершенно не хотели объединяться и общаться. И мое мнение здесь, что это позитивная карта. Тем более, что у нас тема расклада такая, да. Приятные моменты и сюрпризы в ближайших дней. Поэтому ни о чем не беспокойтесь. Карты, говорят, будет какая-то хорошая дорога. Совет очень умного человека. Посещение, может быть, святых мест. И объединение людей, которые раньше друг с другом объединяться не хотели. Ну и пассианс вы послушали. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравился расклад и был вам полезен. Я очень благодарна за то, что вы слушали. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвие. И я жду ваших отзывов и комментариев. Всем пока и до новых встреч.